Всем привет! Удивительно, что вы здесь, а это классно, тут холодно, ну не холодно, тут есть где пожрать, я поел, вы поели, а скажите, нет, никто не ел утром, ну ладно. Вот, я на самом деле хотел сказать не столько про дизайн вообще, а про вот эту вот зону ощущения, это такая тема, я ее первый раз рассказывал как-то на Behance-фанфолио-ривию, знаете, кто есть на Behance здесь? Тоже дизайнеры, дизайнеры четыре человека, ну это отличный результат, а кто в релижии не будет еще? Мы один, сука. Короче, да, раньше еще, может быть, кто-то совсем старый был в этой форме, там где-нибудь друг друга разрывали на части прям зубами, такая русская культура общения дизайнерского. И вот, что было интересно, что смотришь на Behance, и что у меня всегда вызывает вообще, как бы, утепление, что люди, когда они попадают в дизайнерский мир, которые связаны со SnapBase'ами, с вебомбазом, со всем этим числом аттрактивом, они попадают в какое-то такое слепое пятно профессионального супер искажения, когда они мыслят только внутри какого-то своего черного круга. То есть, если их поспрашивать, а что есть еще в дне, у меня разваливается крикер, но я его соберу, да. А то они обычно не знают никого, то есть, это очень смешная штука. А, как вот, у меня, по-моему, где-то было про диван, вот такая картинка. Видели такой диван? Определите, где здесь изображение современного искусства. Вот, на этом все лопаются очень сильно, потому что я вижу, что мы дизайнеров, хотя мы вроде бы из одной культуры, мы относимся к какому-то в этой визуальной стоятии. А мы, опять же, да, вот это вот у меня здесь было, а мы меняем мир. Да, это вообще самое кайфовое, когда ты приходишь на Behance, и у тебя куча людей, и у них всех есть осещение, что мы встаем утром, и как смотрим себе в зеркало, и думаем, как же мы сделаем Вселенную лучше? Как мы сделаем сейчас этот продуктовый интерфейс намного эффективнее? И с этой мыслью идут на работу, включают AVM, и дальше что-то триггают. Пиксель-лепов, пиксель-право, так 8 часов подряд. И я не вижу в этом большие ценности, но что самое смешное, что вот они меняют мир, да, есть вот эта ловушка пользы, но на самом деле вот в этом круге происходит лишь копирование, копирование, откопирование, копирование, и откопированные, и копированные интерфейсы, потому что есть же манта, что знакомый интерфейс – это хороший интерфейс, хороший интерфейс – это знакомый, и поэтому там очень мало появляется чего-то нового. Идет вот это вот обсасывание, переобсасывание, которое, ну, очень, на самом деле, скучное, поэтому люди выгорают. Особенно еще вот эта вот полночка пользы тоже, конечно, потрясающая. А нам про то, как дизайнеры делают проекты. То есть, естественно, у нас всегда есть разные тренды. То есть, раньше был дизайнер, он такой, рок-звезда, я дизайнер, я делаю потрясающие вещи, преклоняйтесь мне и платите много. Потому что появилась мантра продуктового дизайнера. Вот мой лунт тут делает, действительно, там, наверное, у вас рассаде продукта. У нас тоже к этому все идет. Продукт. И насколько мы увеличиваем ее метабельность. Но вот я не знаю, насколько вас. Я просто спрашиваю дизайнер, мне кажется, что тут очень много такой мигрии лжи. Я сам просто рассказываю обычной конференции, когда будет бизнес, у тебя суровые клиенты. И ты говоришь, да, этот калькулятор с верхового сайта. Ты даже вот знаешь, что такой сайт будет речь. О, это столько АБ-тестов. Это такой ХИКС, он выглядит уродливая. Но он собирает миллиард, как мне один калькулятор. И вот насколько вы чувствуете тепло от этого несовременного миллиарда, у меня вопрос. Потому что мне, честно говоря, совсем насрать. Это миллиард, 10 миллиардов, 100 миллиардов. Это такие эфемерные цифры, которые ничего не оставляют для тебя. И дизайнер, это тоже конкретный случай, привет Кате, которые долго делают такие калькуляторы и делают фантастически круто, они потом уходят куда-то во мне, в другие компании, потому что там нет личности, там нет действительно того, что вам действительно интересно. То есть мне кажется, что вот этот, а, еще, там тоже была ловушка в пользу, другая штука. Тоже как можно понять, что дизайнер собирается уйти из вашей компании. Если вы такое будете делать, можно посмотреть опять же на механцы, если там появляются новые кейсы для вещей. Если кто-то задумался очень серьезно по портфолио, значит он хочет валить. А еще интересно, когда он начинает активно делать уйти кейсы, потому что как дизайнер представляет его долгимать на работу? Он же не может прийти и показать типичный обычный страховой калькулянку, поэтому надо сделать что-то нереальное, что-то суперсовременное или непонятное. Но все равно внутри вот этого круга, потому что он может стать только вот этими сущностями, которые существуют на механце. Если их там нет, если они, не дай бог, относятся к миру современной искусственной партитуры, почему-то никто и не слышал, то это тоже катастрофа. То есть это все про мотивацию, про межрисциплинарность и почему-то про какую-то эту жидкую скупу, потому что этот круг, его невероятно сложно пробивали, но и на самом деле границы, они же только не существуют. То есть их в реальности нет. И мне кажется, интересный мир появляется, когда, это можно, кстати, воспринимать как капелька жира на борще, давайте так вот эти круги. Когда рядом появляются капельки жира, их можно собрать, как ложку пригнать, чтобы одно влилось в другое. И поэтому, кстати, и хорошие дизайнеры на моем опыте, то есть есть дизайнеры из Британки, которые сразу пошли в Британку и получили классное образование. Но хороший дизайнер — это обычный человек, у которого есть какой-то бэкграунд еще. Вот этот тот внешний кружок, который можно прибить к основному вот этому, как-то к основной массе жира, потому что тогда появляется действительно интересный опыт. И без этого бэкграунда интересный опыт не появляется. Плюс этот опыт, он может быть просто интересом, который у вас есть, но вы по каким-то причинам воспринимаете его чуждым. То есть вот эта вот граница эфемерная не прерывается все равно, и вы не соединяете свой внешний интерес к дизайну. И самые магии на самом деле начинают происходить, когда происходит слипание, когда есть какой-то внешний опыт. Он на самом деле может быть и внутри продуктового дизайна. Классные кейсы, когда дизайнер начинает ленивить деньги, действительно. И когда для него вот эти вот страховые калькуляторы предстают стать такими эфемерными, как для меня. Я хорошо это все продаю и общаюсь с клиентами, но я понимаю, что для меня это bullshit. Есть люди, для которых это не bullshit. Интересно, когда здесь стыкуется как раз алгоритмический дизайн, допустим, про который будет сегодня здесь рассказ с этим совсем. Ну то есть всегда стыкуются разные интересы, и на этом пересечении появляется то, что называется аутентичность. То есть это самая, мне кажется, важная штука, которая есть у иллюстраторов. Вот в юге сегодня будет про это, я думаю, потому что иллюстратор. Без аутентичности, это иллюстратор без работы, потому что обычно людей как раз берут за какой-то свой язык. И этот язык, это и есть их главная ценность, это их валюта, как они его продают. То же самое у дизайнеров, но он возникает очень поздно. Он возникает, когда человек, если он суперпрофессионал, он работает, у него какое-то нереальное количество опыта, он пропадает, когда ты попадаешь в команду, когда ты работаешь с одним брендом, как часто бывает в агентствах. У кого был такой опыт, может быть, здесь есть артилетора, да, потому что это кошмар. Когда я работал с офисом аварии, у тебя выветриваются все цвета и сознание круглой красного и градации серого, то кажется, что мозг вообще конец настал. А когда ты живешь так несколько лет, то надо что-то делать. И тогда ты как раз тоже дышишь в какую-то другую сторону. Хорошо, если в компании это возможно. Иногда это невозможно. Вот. И тут происходит проблема. То есть как раз не признавание каких-то своих ценностей вне сферы. То есть даже дизайнеры, которые делают фейк-проекты, у них есть внешний интерес. Я знаю, потому что у нас куча таких интересных людей с огромным количеством удивительных увлечений. Но они этот интересный могут связать с основой. То есть вот этот вот главный вопрос, знаете, который возникает, что «А можно так было?» Вот на самом деле можно всегда и как угодно. Это главное что-то, которое я на самом деле вот этот доклад делаю про себя тоже. Потому что я чувствую, какой я тормоз напилить до таких многих вещей. Там 37 года, став креативным директором большого агентства. Но это не успех. Вот поверьте мне, это на самом деле какой-то кривой путь, чтобы понять себя, чтобы осознать, что на самом деле что-то раньше было правильно и тебе потребовалось 30 лет, чтобы признать, что есть какие-то вещи, которые тебя тревожат больше, чем дизайнер, на самом деле. Поэтому вот этот вот, Энди Голлс Уорси. Кто знает этого художника? Вот, супер. Есть такие люди. У меня это дико роду, потому что обычно, когда я показываю кого-то, то никто не знает. Так что здесь правильное место. Вот Энди Голлс Уорси, это он 56-го года рождения. Первые свои инсталляции он делал в 70-х. То есть он начал с такого ленд-арта, когда он аппаратировал там Роберта Лонга, тропинки выкладывал, то есть и, например, покидал камни в воду и пытался сфиксировать в радугу. То есть у него все про эфемерность. То есть он не работает ни с какими гагментальными формами. Все его искусство, оно исчезает. То есть это опять же к вопросу, как он главный в 20-м веке, что вообще есть искусство. Что такое важно, чем вы занимаетесь. То есть это не то, чему есть место в музее. То есть есть какой-то монументальный ленд-арт. Вот это абсолютно монументальный такой выветривающийся эфемерный ленд-арт на тему, на самом деле, мимолетности всего живого и смерти, как вот эти вот круги. Вот эти вот штуки, это все, что он находит просто гуляя по лесам в Шотландии. И оказывается, что действительно в листьях, в палочках там есть любые формы, которые можно сложить. Вот эти вот лединки. То есть его произведения, они есть только на фотографиях, потому что они очень быстро разрушаются. Как вот эта штука, это четыре стороны света, 89-й год, и старятся на Северном полюсе. Я не думаю, что у него было много зрителей, кроме него и там его команды, в общем-то нет. И самое главное, что Ахда вообще относится к такой вот архаичной форме создания искусства. То же, что это очень мне импонирует. То есть такая некая докультурная форма, как вот эти вот стены, которые он делает. То есть сами стены, они как бы это для... Чтобы сход не уходил, как в Шотландии их делали без цемента, без кирпича. Да, суперархаичная форма, сама форма древнее, чем любой объект, который, в общем-то, дошел до нас. И он говорит, что вот заниматься искусством, и тут мне кажется, что многие дизайнеры об этом поймут себя. Это как чистить картошку, надо найти правильный ритм. Вот кто из вас сделал 300 магетов в адаптивных? Есть такие люди? Потому что я когда-то коня на этом адаптиве съел, и теперь меня немножко подашняют. Но это такая штука, которой надо заниматься в дизайне, и там тоже, это тоже как чистишь картошку, надо найти свой ритм. Только здесь ты еще занимаешься вещами, которые нужны именно тебе, лично тебе, и ты чувствуешь в этом ценность, в этой инфемерности. И самое главное, тут нет никакой вечности, действительно. Ландарт, сайт-специфик, в принципе, во многом это похоже на стрит-арт. И почему я его поставил? Потому что для меня это было таким просто каким-то космическим инсайтом, когда меня пробило этим летом. Потому что я с 5-ти лет называть архитектором. Я учился на архитектор и бросил институт на 5-м курсе, уехав в Москву, потому что появился интернет, и я стал заниматься тем, что занимаюсь сейчас. Но меня на самом деле в архитектуре привлекала не архитектура, а вырисовывание гвоздиком на обрывах реки каких-то непонятных псевдоархитектурных сооружений. То есть меня интересовала, на самом деле, вот такая вот архаическая правда о том, что тебе, на самом деле, интересно создавать некую примитивную красоту без любой институциональной концепции, как сейчас. Потому что такое современное искусство? Обычно это вот после кошек, после одного и трех суту львов, это концепция, которая может дальше клонироваться на любые объекты. А здесь не так. Тут объект самооценен, а концепция вторичная, хотя она все равно всегда есть. И вот признать их, найти это в себе, что для тебя вся вот эта вот креативная индустрия, сайты, коммерция, надстройка над вот этой сутью, которая есть, и которая в тебе всегда была, она... Ты просто не знал, что так можно. То есть ты не давал себе возможность признаться, что можно делать все, что угодно, и то, что ты делал, оно не нуждается в оправданиях. То есть во многом дизайнеры ищут оправдания для собственного творчества и для креативности, а не нужно. То есть можно все, и не нужно это оправдание, и когда не нужно оправдания, то круг автоматически рушится, потому что оказывается, что его пределов не существует. Ну и главное, как это состыковать. Если вы хотите из этого деньги получить, то это тоже легко. Я тоже это научился делать в последнее время. Вот, еще если мы про художество поговорим, вот это уже про интерактивность, потому что это вдохновение, которое у меня было в песке, и поэтому мне настолько нравятся вот эти вот штуки эфильерные, а вот этого дядька кто-нибудь знает? Бывший директор, да, ну, я не сомневался, что ты знаешь. Японец, да, японо-американец, бывший директор MIT Media Lab, и у него дико интересные штуки. Вот вообще, как мы говорим, что дизайн действительно Джон Моэда, что дизайн — это решение проблемы, а искусство — это как раз, когда вы ставите вопрос. И тут насколько интересно вам действительно решить проблему, либо подумать над какими-то концепциями, которые сейчас происходят. Это то, что на самом деле в дизайне другая сторона дизайна. То есть есть решение проблем, а есть еще спекулятивный дизайн. То есть огромная область таких вот фейковых проектов, в которых первая главная штука — это их правдоподобность, а лишь потом реалистичность. То есть огромное количество дизайнеров на самом деле такие штуки делают. Например, как Марк Ньюсон, это тоже такой титан промдизайна, которого привлекли, чтобы сделать Apple Watch. Тоже и первый дизайнер, у которого была выставка, у Ларри Гагасяна в Нью-Йорке, когда он там продал свой Lockheed Cheese за какие-то безумные деньги. То есть когда дизайн перешел в область искусства, и теперь эта грань на самом деле стерлась абсолютно. И тут уже важно действительно, с какой стороны вы себя видите и с какой стороны вы можете найти ответы. Вот у Маэда есть классные книжки, вот этого «Закона простоты». Там очень много примеров про iPod, которые сейчас странно читать, странно смотреть. А вот этот вот Талмуд, я помню, как он меня потрясал. В начале 2000-х я потратил на него целую зарплату, когда я работал еще на своей первой работе в Нижнем Новгороде. Такой локальная медиа r52.ru. Такой огромный Талмуд, где есть анимация по страницам, где есть какие-то безумные эксперименты, как раз что можно сделать без цифры в бумаге. То есть этим Маэда был крут. Вот, да, вот часы, например. То есть очень много разных интерактивных штук, которые он делал первый. То есть поэтому у него там есть выставки в Моме, в Нью-Йорке и много-много интересных штук. При этом он вот такой дизайнер-экспериментатор, первый в интерактивной графике. И вот это мне напоминает, кстати, то, что делают... Как же его зовут? Да, Зак Либерман. У него в Нью-Йорке есть с привод по этих кодам. Тоже вот я сомневаюсь на его инстаграм, он эффективный. То есть он кодом делает странные цифровые инсталляции, плюс интерактивные инсталляции. Чистый код, который можно вопло... То есть искусство кода. Вот, и да, сейчас до полной реальности экспериментирует, очень интересные штуки делает. И, кстати, про дизайн. Если мы говорили про Маэду, то теперь надо смотреть про Нэри Оксмон. Кто Нэри Оксмон знает? О, классно. Значит, я старичок. Я понимаю, что я старый. Потому что я-то думал, что... Ну вот его все знают. Да, Оксмон, она гениальная. Она показывает, кстати, переход вот этой цифры в нецифру. Потому что то, чем занимается сейчас сама IT Media Lab, оно уже не про диджитал. И интерфейсы уже не у руля. Поэтому вот эта вот концепция, что мы меняем мир через интерфейсы, мне кажется, что она должна уже подвергаться сомнению. Потому что ее проект... Да, кстати, в интернете искать очень смешно ее. Потому что она с Брэдом Питтом вроде встречается. И там постоянно Брэд Питт выползает еще вместе с ней. Классная тетка. Да, вот ее платье. То есть это тоже как такой спекулятивный дизайн, который, на самом деле, мне кажется, потом станет чем-то реальным. То есть как она задумывается на тему одежды. Вот эта вот биоморфная форма, которая заполняется живыми бактериями, которые тебя нагревают или охлаждают, и фосфорисцируют. Такие вот одежда, как накладные органы, которые могут меняться и генерироваться в зависимости от потребностей. И я вот думаю, что большинство из населения Земли пока не готовы к такой форме вообще одежды. Но время придет, наверное, с эволюцией. Посмотрим, что будет дальше. Главное, что как раз эти эксперименты, они как, я не знаю, вот как раз это и наука, и искусство одновременно. И с другой стороны, это супер последняя технология, которая ставит вопрос над тем, что вообще такое дизайн, что возможность, что такое одежда. Или вот еще эта инсталляция прошлого года для Lexus, по-моему, это было в Милане, когда они в MIT научились печатать стекло. То есть до этого никто не печатал стекло. Я как такой недоделанный архитектор, меня это восхищает. Потому что когда у тебя есть огромные конструкции, очень прочные, напечатанные, с эффектами преломления, когда можно заложить какое-то невероятное освещение с фантастическими эффектами, это реально новое слово в архитектуре на 100%. Ну вот это вот Silk Pavilion еще 2013 года, когда у тебя дизайн живой, когда это настоящие тутово-шелкопряды по некому байфрейму могут тебе создать объект. И это на самом деле, вот если видео смотреть, как making of, наверное, не очень приятно, если вы насекомых не любите. Сама вот концепция создания объекта здесь, она потрясающая. Да. И вот еще, да, кстати, про дизайн. Вот скоро будет московский недель дизайна, посмотрим, что там будет. Вот очень интересно было на миланской неделе дизайна в этом году, у Sony и Head & Senses. Это, кстати, как раз про интерфейсы, потому что мне кажется, что сейчас, вот, по крайней мере, у меня я занимаюсь вот этими стеклянными поверхностями, сайты и приложения, даже VR и дополненная реальность не решает этой главной проблемы, что у нас отсутствует тактильность. Поэтому повезло вот как раз рассадину, повезло тем людям, которые делают реальные объекты, потому что они встречаются с реальным миром. И когда ты можешь это пощупать, ощутить, вот эту всю форму, я не знаю, как форму прощупать и как материал реагирует на прикосновения, насколько он плотный, теплый, холодный, это очень интересно. И вот у Sony тоже они экспериментируют с этим, вот эта вся их инсталляция, выставка, можно посмотреть в интернете, собственно, видео, хотя это все надо ощущать, именно тут видео это не передаст. Это как кинетически, например, вы реагируете на различные поверхности. То есть, ну, то есть очень-очень большое внимание именно ощущениям. То есть это тоже такая вот часть, которая относится к промдизайну, но в целом характерна для ситуации в современном дизайне и медиа, когда иммерсивность выходит на первый план. Потому что если смотреть про современное искусство, тут, конечно, самое главное – это театр. И поэтому, опять же, VR здесь немного тоже в тему. Вот, да, и про междисциплинарность. А вот этого парня, кто знает, тут у нас охренеть… Блин, у нас офигенная аудитория, просто я буду вам аблотировать, а не вы мне. Рик Хоуанс, потому что он охренительный, да, у него офигенные кроссовки, их можно купить. И вообще он такой фэшн-дизайнер, селф-мейд, потому что он поработал своим образом, и он изначально блондин, что по нему не видно. Такой суровый год. Но про дисциплинарность, что теперь многие дизайнеры из фэшн, они перешли там в мебель и в интерьеры. Я не удивлюсь, если завтра фэшн-дизайнеры делают для нас сайты интерфейсы. И я знаю очень хорошие примеры, например, с теми же самыми сайтами, потому что у сайтов есть такая проблема, у нас есть экран. И экран – это проблема, потому что в обычном искусстве мы можем как бы экспериментировать с форматом, как в кино, когда на протяжении фильма, например, у нас фрейминг может меняться, из-за этого меняются ощущения, которые передаются через композицию. И, например, в вебе у нас есть вот десктоп, есть мобайл, они скроллятся, скроллятся по-разному, воспринимаются по-разному, но никто не экспериментировал с этими форматами. А вот единственный такой крутой эксперимент, который я помню, его сделал Крис Милк, режиссер. Режиссер, который снимал клипы для Kanye West. Это был у него сайт, который он сделал вместе с Google, показывая возможности хрома, такой онлайн-клип для Arcade Fire. Потрясающая штука, с кучей поп-апами, которые связаны между собой, с картами. И это офигительно как раз, вот когда есть межисциплинарность, потому что тут как раз люди выходят из этого пресловутого круга черного, который я показывал вначале, потому что они в него не попадали. И тогда появляются действительно новые штуки и новый взгляд. Да, вот у него мебель. А, вот, форма фантазма, тоже потрясающая студия. Два итальянца, которые, естественно, творят в Голландии, они поступали вместе в институт, что тоже, я думаю, в Москве не очень возможно, потому что они сказали, мы уже творческая пара, мы делаем как бы вместе проекты, мы вместе будем идти. Вот, и вместе идут. И тоже это такие вот вопросы с биоморфными этими лампами, насколько мы готовы такие штуки, которые одновременно архаичны и современно видеть у себя. Насколько мы готовы, там есть бургер, который, например, сделан из мяса, который сгенерирован, и никогда не жил и не ходил, и когда это есть мясо, но не было факта убийства. То есть, насколько веганы с этим согласятся или нет. Или Черняхов. Вот у него была в начале года, по-моему, выставка в Московском музее архитектуры. Гениальный архитектор. Я вот ищу его книжку, потому что они сделали выставку, но почему-то не переиздали его книги. И сейчас они на Авито есть там за 50 тысяч. С концепциями как раз вот такая бумажная архитектура 30-х годов, которая во многом предвосхитила архитектуру небоскребов и то, что происходит сейчас. То есть, практически на 80 лет раньше. То есть, это даже не конструктивизм, это некие такие вот фантазии на тему урбанистики и городской среды, на тему того, как можно выращивать здание, которое стало Библией архитектора, на которую ссылаются многие архитекторы, которые поэтому сложно достать. Но тогда он был гоним, потому что писал письма Сталину, потому что непонятно, чем он занимается, что это за рисунки, как можно быть профессором архитектуры, не создавая ничего и никак не трансформируя это ни в какую пользу. Ловушки пользы здесь нет. Он был вне этого круга современного контекста, поэтому смог делать действительно новое, причем без осознания, как оно будет работать. То есть, это вообще специфика той эпохи, когда можно было проектировать летающий город, не задумываясь о двигателях, например. Абсолютная свобода. И это очень круто. Поэтому, мне кажется, для дизайнера, для современного вот такие вот сайт-проект, какие-то свои персональные штуки, они дико важны. Они развивают очень сильно, позволяют взглянуть на свою работу совершенно по-другому и опять же бустят вот эту аутентичность, которая на самом деле дает вам еще и воплощенность в плане денег и счастья от жизни. Ну то есть, когда человек действительно уникален, когда его ценят за его стиль, а не потому, что он может сделать быстро 300 адаптивных макетов, то это радость, это счастье. Ну вот, как вы помните, у зайдмейстера его сабетиклс, когда он закрывает свою студию, уезжает там раз в 7 лет, и все самое главное вдохновение и проекты, которые у него появляются, как раз родом ногами из вот этого странного периода, когда студия закрыта. «Everything I do always come back to me». Классные штуки, то есть он уже преодолел вот это вот и достиг абсолютной воплощенности его аутентичности. Поэтому я думаю, что здесь очень важно делать бессмысленное. Осознанно не попадая в ловушку вот этих странных полезностей, не подразумевая эту полезность для брендов, для себя, не пытаясь ее продать, а просто понять, от чего вы ловите нереальный кайф. То есть это вообще, это классная штука. Вот тут, кстати, Димы Карпова нет сегодня, но мне очень нравится, как он 3D учит, вот в Bang Bang Education, когда было задание. Оно бессмысленно, но оно кайфовое. Вот это вот Малевич, 13-й год в аэроплан, вот как можно его себя преосмыслить в 4D, например, в синими, когда оно обрастает мехом. Не знаю, зачем, но, по-моему, это настолько кайфово, когда оно вдруг оперилось. Я не знаю, когда ты понимаешь, что ты можешь использовать новые материалы для старого медиума, когда ты переосознаешь через сегодняшний день вот это вот наследие прошлого. Поэтому я сюда вставил несколько своих картинок, я их убрал. У меня раньше они были на ревизе, я подумал, подумал, как раз, это же не полезно, это же ни о чем, зачем. Я не хочу работать с иллюстратором, меня бесят правки арт-директоров внешних, я сам арт-директор. Убрал, а теперь понимаю, как оно на самом деле странным образом потом выезжает, потому что какие-то бессмысленные работы, которые ты делаешь просто те кайфово, без всякой вообще мысли о том, что это, что что-то, что кроме удовольствия, как эти синие птицы, например, они или вот это вот в коллаборации сделано ходячий мясокомбинат, который завлекает костями какую-то тварь, или кит с одним колесом, оно потом каким-то образом всплывает в проектах, потому что кит становится обложкой книги, которая выходит в Кембридж, и таких случаев миллион. То есть я на себе понимаю, что вот эти вот, да, вот сейчас мне дико нравится палками рисовать, потому что там такая случайность, когда ты берешь любой инструмент и фигачишь им, и получается грязно, и настолько вкусно. Короче, я за радость. Вот есть алгоритмический дизайн. Я тут скорее не про дизайн, а про такой эгоистический дизайн, который, наверное, даже не дизайн, а радость. Потому что можно, конечно, относиться к этому очень сурово. Я не знаю, как Тарковский, который говорил, что есть вещи важнее счастья, и писал мартиролог. Знаете, у него вот этот вот личный дневник, который, мартиролог, это дословно, я не знаю, дневник страданий. Мне кажется, что это абсолютно необязательно писать дневник страданий, а можно делать что-то действительно кайфовое. Не идти через эту маленькую воронку Беханса, потому что вокруг забора нет. И, в общем-то, кайфовать. Я призываю вас кайфовать и делать бессмысленно. Мне кажется, это очень-очень правильный путь. Вот, спасибо вам. Спасибо, что вы здесь с утра. Гриш, привет. Один вопрос. Один вопрос. Что из всего того, что ты показывал, лучше всего продается? Продается вдохновение. Продается огонь в глазах. И это, я, кстати, такая методика очень хорошая. Какая? Пострационализация, как я ее называю. Были такие кейсы, когда ты просто от чего-то кайфуешь. У меня был случай, я про нее рассказывал, может быть, где-то в других местах, когда очень хотел сделать такой текучий акварельный сайт. Ну, просто кайфовал от акварели. А приходит клиент, люди, которые занимаются экстремальным туризмом. И ты им рассказываешь, что, блин, у вас нужна эта грязь, вицо, которое вот из-под джипа, везде. Давайте делаем из этой грязи, из акварели нереальный живой сайт. Они такие, о боже, Гриша, что ты куришь? Это действительно классно. А ты подсовываешь им работу китайских акварелистов, которые ты нашел на этот проект. Они говорят, блин, да, это просто мы, представить не могли, как это может быть. Потом проходит две недели. У них проходит такой эмиграционный период. Они звонят и говорят, что-то не так. Мы как-то начали сомневаться. Потом они приходят опять. Я им говорю, ну вы что, ну грязь же, вот же она. И они, да, да, это грязь. И такое работает очень часто, когда показываешь примеры не из среды, потому что обычно клиент мыслит каким-то своим хлебозаводом. Он знает хлебозаводы вокруг, но не знает, что где-то в Голландии есть классный аквапарк, а не хлебозавод, механику которого можно позаимствовать. И когда это ему показывает, что он это принимает. И он принимает то, что тебе нравится. Иногда даже совершенно нелогично, как в случае с акварелью, потому что он заражается твоей идеей и потом уже сам объясняет себе, почему он должен это принять. Ты за него не рационализируешь, оставляешь идею рационализации чисто на его стороне. И получается заниматься тем, от чем ты ловишь кайф за деньги. Собственно, чем я и занимаюсь. Поэтому очень хороший метод. Всем советую. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . . . . .